Всем привет! Сегодня я хочу продолжить разговор про гамбит, который возникает в защите каракан после ходов Е4, С6, Д4, Д5. И вот здесь все белые играют не ЕD, Е5 или конь С3, это основные продолжения, а сделают довольно хитрый и интересный ход Ф3. Итак, после взятия Д и Ф, в принципе, это тоже, наверное, основные продолжения в данном варианте. И в ходе Е5 белые играют конь Ф3, то есть они готовы пожертвовать пешку, ведут на комбитный вариант и после Еды, конечно, не бьют. А пешку идет 4 из-за размены ферзей, а играют слон С4, то есть они намереваются либо атаковать на короля, либо просто получить длительную инициативу за эту пешку. И вот здесь, как я уже говорил, у черных есть масса продолжений, в принципе, это вполне естественно, но, конечно же, не все из них будут хорошими. Итак, сегодня я хочу еще рассмотреть некоторые довольно популярные и, в принципе, основные продолжения из-за черных. И первый ход, на котором я остановлюсь, это будет слон Е7, то есть идея его довольно проста, это помешать выпаду конь Ж5 или же, возможно, даже слон Ж5. Вот, ну и в дальнейшем, естественно, черные хотят все-таки сделать трекировку, сыграть конь Ф6 и обеспечить безопасное положение своего короля. Да, белые делают трекировку, то есть уже грозит, наверное, конь Е5, поэтому ход конь Ф6 фактически вынужденный. В принципе, конечно же, от угрозы конь Е5 защищала ход Ф6, но он, во-первых, некрасив даже чисто эстетически, то есть, во-первых, открывается диагональ А2, Ж8, то есть непонятно, как черные потом будут делать трекировку. Ну и во-вторых, оставляются просто белые поля в черном лагере, то есть здесь, конечно, прямой атаки у белых нет, но они могут просто развиваться, играть, например, конь Д2, может быть, конь Б3 зайти за пешкой Д4, либо уйти король Ж1 пока, то есть у них есть масса продолжений. Ну, есть, конечно, еще гамбитные, очень интересное продолжение, например, С3 и после ДС ферзи Е2, то есть белые скидывают еще пару пешек, но, тем не менее, зато получают сильнейшую инициативу здесь, конечно же, черным не сдобровать. Поэтому на это черным идти не нужно, и после короткой рокировки белым нужно все-таки играть конь Ф6, подготавливая рокировку уже свою. Здесь ход Е5, конечно, за белых не очень хорош, из-за того, что после хода конь Д5 просто перекроется важнейшая диагональ А2, Ж8, поэтому лучше всего сыграть конь Ж5, создавая угрозу для пешки Ф7. Рокировка, то есть вынужденный ход здесь за черных, и вот конь Ф7. В принципе, ради этого белые играли конь Ж5, если счете чуть-чуть промедлить, то тогда черные успеют создать линию обороны, например, сыграют или Ф8, или конь БД7 с идеей, например, конь Е5, поэтому нужно бить сразу же конь Ф7. И после ладья Ф7 белые сразу же забирают слон Ф7, и после короля Ф7 играют Е5. То есть фактически они выигрывают качество с такой операцией, но качество получается это не бесплатное, а качество за пешку. Черный играет кровь Ж8, и после взятия Е и слоны Ф6, в принципе, уже можно подвести небольшой итог, то есть здесь уже преимущества в развитии, конечно же, у белых нет. У черных, в принципе, довольно сильные слоны, но тем не менее, качество есть качество. То есть здесь аккуратными ходами белые нивелируют инициативу возможную черных, к примеру, в случае конь Д2 и ферзь Д5, самый активный и агрессивный ход. Следует просто сыграть ферзь Е2, затем после конь Е4 и, например, конь Д7 сыграть слон Ж5, то есть делать как минимум один размен, то есть поменять одного слона. Дальнейшее уже будет довольно просто, то есть потом сыграть ладья А на Е1, то есть подвести все фигуры к центру, может быть сделать форточку ходом А3, то есть здесь, я думаю, что белые легко отобьют угрозы черных и затем, соответственно, реализуют лишнее качество. Но, к примеру, если после конь Д2 черные будут играть еще и пассивно, например, слон Е6, то они еще рискуют попасть под довольно сильную атаку белых. Например, конь Е4 и слон Е7, то есть черные вроде бы с одной стороны правильно делают, то есть не меняют слонов, а с другой стороны белые развивают очень сильную активность фигур и, например, после ферзь Х5 и затем слон Ж5 уже создают определенные угрозы для короля черных. Например, в случае хода Ферзь Х5, то есть такой вот способ избежать неприятной связки и сейчас уже где-то грозит ход Х6, но белые играют Ферзь Х4 и одновременно еще и нападают на слона на Е7, то есть фактически вынуждают либо размен, но в случае размена, конечно же, у черных будет висеть слон на пункт Х7, поэтому меняться нельзя. Нужно играть слон Ф8 и после слона Т2, к примеру, и конь Ж5, конь занял очень активную позицию и в дальнейшем после слона Ф5 защиты пункта Х7 белые еще играют С4. Естественно, что бить пешку нельзя из-за того, что будет ладья Ф5, на ход Ферзь Х5 последует Б4, поэтому нужно бить на проходе, но тогда последняя фигура белых включается в игру и затем, конечно же, они просто добивают черного короля. То есть уже у белых играют абсолютно все фигуры, у черных, во-первых, не играет ладья, а во-вторых, по номиналу, естественно, фигуры белых здесь выше и после ухода конь Б6, фактически единственного ухода, следует довольно симпатичная комбинация конь Е6 и на Ферзь Х5 белые играют ладья Д8. То есть здесь уже защиты от мата или огромных материальных потерь у черных нет и, например, в случае Ферзь Х4 белые просто играют ладья Ф8, ставят мат. Вот такой довольно симпатичный вариант, то есть, в принципе, после хода слон Е7 фактически переход в такое вот, можно сказать, если не окончание, то уже ближе к окончанию такую позицию, вот, с перспективой размена фактически он неизбежен. И, естественно, что эта позиция может только радовать белых. Но, конечно же, у черных есть и другие способы защититься от неприятной атаки белых. И еще один способ, это называется кардинально препятствовать всяким жертвам и выпадам белых. То есть после хода Е4 и слон С4 черные играют Ферзь С7. То есть они защищаются, во-первых, от жертвы слона Ф7 и, во-вторых, подготавливают выход своего слона на поле Ж4. То есть после хода слона Ж4 уже выпад слона Ф7 не будет опасен из-за того, что будет Ферзь Ф7. И так же локировка слона Ж4. Ферзь З3, то есть белые освобождаются от связки. И после слона Х5, то есть черные, естественно, хотят защитить по максимуму еще и пункт Ф7, который довольно неприятно сейчас подвис. То есть уже грозила, например, конь Ж5. Очень неприятная угроза. Но все равно после хода слон Х5 следует конь Ж5 и на коне Ш6 слон Ф4. То есть белые пускай и не выиграют материал, зато развивают огромную активность. Через Д8, то есть уже видно, что черные сделали ход назад, а белые пока что развивались только вперед. Соответственно, у них огромный перевес за отданную пешку. Ну и они продолжают свою активность, играют Е5. Б5 это один из возможных ходов. В принципе, он необязательный, но как бы здесь сложно предложить что-то за черных, потому что у них фигуры слишком пассивно расположены. И им очень непросто развязаться и каким-то образом наладить свою активность фигур. После слон Б3 слон Е7, белый играет конь Е4, то есть это еще одна угроза создается. Хода конь Д6, поэтому маркировка уже обязательна. Но тогда следует слон Х6, разрушается пешечная структура на королевском фланге у черных. И после ЖФ конь Д2, черный играет слон Ж6. В принципе, это хороший здравый ход. То есть, во-первых, прикрыть короля, во-вторых, связать коня с верзем белых. Но тем не менее, видно, что пешки очень слабы у черных на королевском фланге. Плюс у белых большие перспективы атаки на королевском фланге в центре. Потому что сейчас ладья еще с А1 подключится и все фигуры будут уже играть. А у черных ферзевую фланг к прежнему не развит. И, например, после ферзи Х3 и Х5, то есть грозила ферзь Х6, следует конь Ф6. И после слона Ф6 и ладья Ф6 уже у черных большие проблемы еще с черными полями возникают. И, например, после хода ферзи Х7, следует ферзь Х3 и в дальнейшем на король Х8, например, конь Ф3. Потом белые могут сыграть ладья Ф1, то есть либо ладья Е1. Подключить последнюю фигуру в борьбу. И затем либо конь Х5, либо конь Х4. Потом, соответственно, подключить еще и ферзя через Х5, Х6, например, к атаке. И, конечно же, здесь с черным очень непросто защищаться. Их лишняя пешка абсолютно не имеет никакого значения в данной структуре и в данной позиции. Также после хода ферзи Х4 в этой позиции у черных есть тоже довольно интересная идея. Но, естественно, она не может быть хорошей. Сейчас объясню, почему. Идея это ферзя Х5. Не может быть она хорошей, потому что все-таки ранний выпад ферзя в дебюте он обычно не оправдан. За редким исключением этот ход почти всегда плохой. И в данном случае тоже он будет не самым сильным. Итак, С3, слон Е7. Конечно же, после взятия ДЦ и конь С3 белые еще и коня включали в игру. То есть черные не могут этого допускать. И здесь следует ход Е5. То есть белые, во-первых, не дают развить ни коня, ни слона на поле Ф6. И в случае, например, коня Ш6 готовы уже сыграть слона Ш6. И опять-таки испортить структуру черных на королевском фланге. Следует ДЦ, конь С3 и конь Д7. То есть черные хотят забрать пешку Е5. Естественно, что белые им ее не отдадут. И здесь уже, в принципе, назревает довольно интересная и, в принципе, примерно даже стандартная комбинация для таких структур. Белые играют слона Ф7. Пользуясь тем, что и ферзь далеко ушел от королевского фланга, и фигура черных стоят слишком пассивно. И они даже мешают друг другу в каком-то смысле. Король Ф7 и Е6. То есть здесь, в случае, например, король Е6, следует ферзь Б3, король Ф6. Например, даже ладья Ф1. Вот, грозит скрытый шаг. И в дальнейшем мат, например, на ход коня Ш6 следует коня Ш4. И в случае конь Ф5, в принципе, это единственная защита. Следует, например, конь Ф5 или даже ладья Ф5 с выбившим ферзя. А в случае конь Ф5, белые продолжают просто играть на мат. Естественно, что здесь они очень быстро побеждают. Ну, а, как я и говорил, после Е6 и король Е8, проще всего забрать эту фигуру и затем сыграть короткую рокировку, уйти. И здесь, во-первых, у черных не рокирована король. Во-вторых, все линии открыты. То есть сейчас последует, например, сон Ф4, ладья Е1. И, конечно же, здесь королю черных будет очень плохо. И, естественно, что эта позиция с большим перевесом у белых. Ну и напоследок я хотел бы показать еще один вариант после кута С4. Он довольно интересный и, конечно же, он очень красивый. Это шахстон Б4. То есть такой агрессивный выпад, попытка сразу же не просто вывести фигуру, а еще и вывести ее с темпом. Но, естественно, что все-таки у белых развитие лучше, поэтому они чуть быстрее успевают выполнить свои задачи. Итак, С3, ДС. И вот здесь следует очень сильный ход и, в принципе, довольно неожиданный, можно сказать, слон Ф7. Например, в случае король Е7, то есть непринятие жертвы, белые могут спокойно развивать уже свою атаку и сыграть, например, ферзь Б3 на ЦБ. Например, забрать даже ферзь Б4 и потом слон Б2. То есть здесь, конечно же, у них большая компенсация за отданную пешку. И, естественно, что король черных здесь очень плохой. Например, на коне Ф6 можно играть конь Е5, и король по-прежнему остается в центре. Черные вынуждены играть король Е8, иначе в случае король Ж8 последует, например, ферзь С4 или ферзь Б3. Атаку все равно последует ферзь С4, затем после ферзь С7 можно уйти в рокировку, подключить еще и коня через, например, Д2 и на Ф3, потом ладья А на Д1. То есть здесь, конечно же, перевес белых просто огромный. Король черных не сможет найти себе безопасное место. Но это все не принципиальные варианты. Принципиальный вариант это, как ни странно, жертва ферзя. Но, естественно, жертва это временная, потому что после короля Ф7 и ферзь Д8 черные играют СБ, и затем на король Е2 они превращают свою пешку в ферзи. То есть, в принципе, по материалу здесь у черных уже большой перевес, но, конечно же, если бы был их ход, позиция уже обносила бы такой характер, что белые проигрывали, а так белые выигрывают, причем выигрывают форсированно. И, в принципе, довольно просто. Они играют конь Ж5 и накрывают Ж6, единственный ответ, делают шаг в ферзь Д8. В принципе, это, наверное, даже не единственный способ победить, просто самый быстрый и самый точный. В случае короля Ф6 последует ладья Ф1, и на слон Ф5 ладья Ф5. Вот, а ход король А6 тоже не сильно продлит борьбу, потому что следует средний шаг, но уже немножко другой. Конь Е6, и на Ж5, единственную защиту. Белый играет слон Ж5, и, соответственно, ставят мат королю черных. Также, наверное, еще заслуживает внимание более хитрый вариант после хода король Е2, когда черные превращают ферзя, но не сразу. Они играют в этой позиции конь Е7, то есть они вначале хотят загнать нашего ферзя, то есть ферзя белых, в угол, и затем уже превратить ферзя. То есть, казалось бы, здесь уже черные лишили всяких проблем. Но, опять же, их проблема в том, что все-таки здесь ход белых, и по-прежнему белые дают шаг конь Ж5. А черные играют король Ж6, потому что все остальные ходы еще хуже. Они просто помогут подключить другие фигуры белых к игре. Например, на король Ф6 последует ладья Ф1. Но и здесь, возможно, и ферзь Х7, но, наверное, еще сильнее. Это ферзь Е8. В случае, например, король Ф6 будет ферзь Ф7, король Е5, слон Ф4, король Д4, слон Е3, король Е5 и ферзь Ф4 мат. То есть, все-таки, белые настигли короля черных и поставили ему мат. Но, если на ферзь Е8 уйти король Р6, то последует уже знакомый мат. После конь Е6, Ж5 и слон Ж5 мат. То есть, конечно же, все эти варианты, в принципе, не обязательны. Хоть они и порой довольно красивые. Но, тем не менее, я считаю, что нужно их, хотя бы, примерно знать и понимать, что вот данная схема, когда черные все-таки принимают жертву и играют для позиции Е5, затем ЕД, она очень опасна для черных. И, если они не знают теории, они могут попасть в очень сложную позицию и, возможно, даже просто не выйти из дебюта. Следовательно, после хода Ф3 все-таки, наверное, посильнее будет играть не Дея, а все-таки сыграть Е6. Это более грамотный ход и более разумная система развития. То есть, черные, если и будут выигрывать пешку, то чуть-чуть позже, пока они хотят развиться и просто посмотреть, что будут делать белые. Но об этой системе я расскажу уже чуть позже. И на этом все. Спасибо за внимание и до скорых встреч.